Реоновости. Подкасты. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребёнок – это надолго. Здравствуйте. С вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но я разбираюсь в этой теме и начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых. И порой своё. Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Настей, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки ВЧРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало. И один из самых актуальных летних вопросов, которые идут к нам прямо-таки, это куда отправить ребёнка на каникулах. И желательно с какой-то пользой. Но обязательно ли всё время нужно прокачивать детей и заставлять их что-то учить, а не просто отдыхать? И сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать летний отдых для детей или, может быть, отправить их к бабушке. С генеральным директором государственного туристического агентства «Мосгуртур» Инной Голубевой и психологом Александром Калмановским. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Инна, вот, наверное, первый вопрос вам хотелось бы задать. Какие есть вообще варианты полезного летнего отдыха? Как выбрать подходящий, на что обращать внимание? Я так думаю, что их сейчас, наверное, безграничное какое-то поле вариантов. На самом деле большое количество детских оздоровительных лагерей. Типологизация и типы их точно не распределены, но как мы между собой с организаторами детского отдыха делим. Это стационарные детские лагеря, это классические лагеря из кирпичных зданий, сооружений, которые находятся на одном месте. Следующий тип — это палаточные лагеря. Палаточные лагеря, по нашему мнению, расходятся под двум веткам. Первая ветка — это когда палаточный лагерь стационарный. Палатка стоит на одном месте, чаще всего на настиле деревянном, и никуда не двигается. Другой палаточный лагерь — это когда дети путешествуют, и палатки у них за спиной. И они могут с этой палаткой передвигаться по определенным маршрутам, утвержденным, которые прошли все проверки. И третий вид — это городские лагеря. Ну, их, в принципе, отдыхом сложно назвать, это такого вида досуг. А в части выбора действительно колоссальный выбор для родителей детских лагерей, но не всегда этот детский лагерь является безопасным. И, насколько я помню, в 2017 году по инициативе Яровой было внесено соответствующее изменение в федеральный закон, и каждый регион обязали организовывать реестры, вести, формировать реестры детских оздоровительных лагерей. Эти лагеря, которые прошли все соответствующие проверки, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, антитеррористическую защищенность, здесь может реестр гарантировать именно вот эти пункты безопасности, за которые отвечают государственные структуры. И в первую очередь, если лагерь понравился, картинка сайта или программа, то родителю все-таки необходимо проверить, есть ли тот или иной лагерь в реестре организации отдыха. А вот по поводу лагерей, каких-то, может быть, тематических, куда можно не просто отправить ребенка отдохнуть, а где все-таки есть какая-то польза. Вот приведу пример. У нас в детстве часто проходил фестиваль, конкурс «Фестиваль начала» назывался. Там первый этап был конкурс. Кто проходил на второй этап, они отправлялись в лагерь. Тот, кто там сочинял и пел песни, они там направлялись в один отряд, ну там в какую-то в одну секцию. Те, кто читали стихи в другую, те, кто там, например, писали прозу в третью. И вот таким образом там отдыхали и в то же время занимались чем-то. И на самом деле мои друзья сейчас многие, они все именно из тех вот лагерей, потому что, наверное, атмосфера какой-то совместной работы и близких по духу людей нас ближала. Вот есть ли что-то такое же сейчас? Ну, большая часть, конечно, без отборочного тура лагеря. Да, это уже потому что все-таки это потребность родителя. Ну, как бы и родитель покупает. Как таковых бесплатных профильных смен, по аналогу того, что талантливых детей отправляют в один лагерь, их практически нет. Либо это какие-то региональные точечные программы. В основном сейчас все детские оздоровительные лагеря, это лагеря с той или иной направленностью. И у родителей сейчас большой круг выбора именно в части того или иного направления. Вплоть до того, что существуют лагеря, палаточные с изучением английского языка. Там и путешествия, и экспедиции, и походы на несколько дней в лес, ну, и параллельное изучение английского языка. Также и по творчеству. И вот есть некоторые лагеря, которые и на стационарных, и палаточных лагерях проводят медиасмены. И дети снимают полноценные репортажи вплоть до на конюшне. Можно видеть, как ребёнок, полноценный такой репортер, рассказывает, как проходят занятия на конюшне, сидя на лошади, и с выражением читая, и рассказывая, всё как будто выучил, и много-много лет занимался именно обучением репортажа вместо событий. Но, к сожалению, не всегда насыщенная программа лагеря подходит ребёнку. Всё-таки дети едут в лагерь отдыхать. И когда мы перенасыщаем программу образовательным контентом, ребёнок хочет больше прыгать, бегать, костры вечерние, какие-нибудь там походы, но не действительно, как многие говорят, что это образовательная сфера, детский лагерь. Но детям это иногда не нужно. По поводу широты выбора я действительно соглашусь. Мы потихонечку с женой подходим к тому моменту, когда родители уже 100% готовы отправить своего ребёнка в лагерь. Родители уже прям готовы. Но пока не отправляли, я так понимаю. Пока ещё нет. И возникает вопрос. Хорошо, родители уже готовы. Им уже прям хочется. Более того, возможно, им надо. Как понять, готов ли ребёнок? И как сделать... Ну, во-первых, да, как понять его, во-вторых, а как подготовить ему, если у него, в общем-то, нет выбора? Вы знаете, мне бы хотелось это рассмотреть в чуть более широком контексте. Для чего вообще нужны лагеря, и почему это хорошо? Это, несомненно, хорошо. Ну, простите за такую банальность, но это повышает качество жизни ребёнка. Да, какие-то навыки, более широкий кругозор. Но главное, что на этом качестве жизни сказывается, это меньшее или, желательно, большее принятие со стороны родителей. Чем больше ребёнок чувствует себя действительно принятым родителями, тем более он сориентирован, тем более он адекватен, тем больше он прислушивается к своему внутреннему голосу, что ему нравится, что не нравится. И поэтому я бы говорил не о готовности ребёнка к лагерю, а о возможности родителям об этом действительно узнать. То есть так задать ребёнку вопрос, чтобы у него была возможность совершенно безопасно, открыто на этот вопрос ответить. И понятно наше родительское желание ребёнка как можно больше развивать, действительно больше жизненного опыта и навыков. Но вспомнил себя детьми, когда мы валялись скрюченными на диване, читали книжку, и вместо того, чтобы дышать свежим воздухом и сейчас как-то активно вести себя во дворе, насколько это действительно повредило нашему развитию и физическому, и там, ментальному? Ни насколько. А вот то, что я валяясь под одеялом с книжкой, чувствовал себя преступником в глазах родителей, вот это очень сильно подрывает уверенность ребёнка в себе и его сориентированность по жизни. Всё-таки понятно, что, к сожалению, мечты родителей о некой шкале готовности к определённому этапу у него на лбу она, к сожалению, не работает. Но всё-таки хорошо. Предположим, что у нас есть какой-то контакт с ребёнком. Как с ним поговорить о том, что мы его собираемся отправить в некое заведение, скажем так, на две недели с другими детьми? И как правильно услышать обратную связь? Потому что я, например, по себе помню, что я каждый раз не хотел ехать в лагерь детский, но при этом с огромным сожалению оттуда потом уезжал. И не хотел возвращаться. Я ждал этого комментария, и он очень распространён. Действительно, вот ребёнок не хотел, не хотел, а как был потом благодарен и какое удовольствие получил. Так очень часто бывает, но это удовольствие никогда не бывает единственным результатом такого оборота. И ни в коем случае не переходя сейчас на личность, и не про вас, но про общий случай. Каждый раз, когда ребёнок получает такое удовольствие в результате того, что правильно назвать, принуждением со стороны родителей, он всё больше привыкает к тому, что со мной вот так надо, со мной так правильно. А считаться со мной не очень-то правильно. И это называется неуверенность в себе. И потом меняется только паспортный возраст. А вот это ощущение, что со мной могут как-то поступить, я больше объел, чем субъект, оно само по себе никуда не девается. В общем, насильно отправлять нельзя ребёнка в лагерь, даже если родителям очень хочется. В таком случае всё-таки куда-то нужно отправить ребёнка. Предположим, уже совсем прям необходимо. Насколько безопасно его отправлять к бабушке? Ну, понятно. Опасности, которых вы говорите, которых вы боитесь, что бабушка будет кормить шоколадом и разрешать моболиацию до полдня в постели. И это будет не здорово, но, опять-таки, это будет не единственным следствием такого обращения с ребёнком. А другим будет то, что на какое-то время он почувствует эту внутреннюю судорогу распущенной, расслабленной. И это очень хорошо. Это для него такая кислородная подушка. А вот я бы хотела спросить Инну, а что делать, если, допустим, бывают тут дети... Ну, хорошо, вот родители приняли волевое решение и отправили ребёнка в лагерь. Он не хотел, отпирался. И вот он им звонит, весь в соплях и слезах. На третий день папа, мама, заберите меня. У вас наверняка такие в практике случаи постоянно бывают. Что вы делаете? И надо ли действительно приезжать со скорой и забирать его там? Я хотела бы немножко назад по поводу заставлять, не заставлять ребёнка в лагерь. Сейчас очень удобно, и многие лагеря сделали программы, это короткого дня. Ну, не короткого дня, а на пару дней. На выходные можно попробовать уговорить ребёнка поговорить, спросить. И не на 14 дней, чтобы не понять, ну, как бы, что будет с ребёнком. На пару дней иногда даже лагеря стационарные открывают городской лагерь, где с утра привезли ребёнка, вечером родитель может его забрать. Ну, и заинтересовать. Плюс многие лагеря делают дни открытых дверей, чтобы ребёнок прочувствовал лагерную жизнь. Либо там мы организовываем, Мосгортура организует в парках полезные каникулы. Тоже иногда дети заинтересовываются тем, что делают вожатые, и потом уже более лояльно относятся к лагерю. Потому что в части того, что забирать, не забирать ребёнка, это очень сложный вопрос. Во-первых, зависит от возраста ребёнка. Первые три дня — это орг-дни. Организационные, когда ребёнок привыкает к отряду, к новому месту, и во всех педагогических программах это дни на знакомство, на понимание. По своему опыту, 90% детей после трёх дней действительно кто-то адаптируется, кто-то не адаптируется. Поэтому бежать к ребёнку, по-первых, может, меня сейчас поправят, но поддаваться на манипуляции тоже не стоит, если ребёнка всё-таки заставили. А вот если родители приехали на двухнедельную смену, на родительский день, хотя их сейчас запретили в связи с пандемией, то зачастую мы рекомендуем, что если неделю ребёнок не смог адаптироваться, всё-таки ребёнка забрать. Неделя, да? Срок? Да, мы берём двухнедельную. Через неделю, если ребёнок не смог адаптироваться, три дня понятно, что это сложные три дня. А вот через неделю, как бы, и работая вожатой, и сама работая с такими детьми, если через неделю ребёнок не смог адаптироваться, ну, это уже, можно сказать, издевательство над ребёнком, потому что это не лагерный ребёнок. Всё-таки не все дети могут находиться в лагере. У других вожатых иногда и руководителей педотряда в другое мнение. Ребёнок увидел маму, всё у ребёнка было в отряде хорошо, он расстроился, поскучал, и не стоит его забирать. Но нужно всё смотреть от ребёнка, ситуации, и всё-таки потихонечку приводить ребёнка в лагерь. Ну, начать постепенно. Постепенно, да. И постепенно нужно понимать, что первая смена не должна быть на море. А почему? Ну, потому что действительно, может быть, всякие ситуации у нас, к сожалению, с детьми на почве стресса, когда их отправляют в лагерь, даже когда они жутко хотели в лагерь к друзьям с подружкой или с другом поехать. Лагерь жизни – это немножко другая жизнь, не то, что в школе. И подружка, которая была лучшей подружкой в школе, уже становится врагом номер один в лагере. И ребёнок начинает очень сильно получать стресс, и тут, да, действительно, на эту неделю есть риски того, что ребёнка придётся забрать. А когда ребёнок на море, и ты ему говоришь, что я не могу за тобой приехать, это ещё больше у ребёнка стресс. Поэтому мы всегда рекомендуем первые смены ребёнка в лагере. Это только Московская область или ближайшая область, куда можно приехать. Вот, я по своему опыту наоборот могу сказать, что я безумно хотела каждый раз в лагере, каждый раз на родительский день я оттуда уезжала. А, да? Да. Я безумно хотела в лагере, но почему-то через неделю я, или через две, когда трёхнедельные смены, на любой родительский день в какой-то я обязательно оттуда уезжала и категорически была против лагеря. И вот теперь по закону кармы вы отправляете детей в лагеря. Да. И старайтесь, чтобы они-то оттуда не уехали. А вот у меня вопрос к Александру. Всё-таки возвращаясь к нашей теме про пользу. Стоит ли подыскивать ребёнку максимально какую-то насыщенную программу, вот как сказала Инна, какие-то кемпинги с изучением английского языка или с изучением, не знаю, программирования, что угодно? Либо стоит просто самый лайтовый отдых, побольше активностей, повкуснее еда. Как лучше это сделать на самом деле для ребёнка? Друзья, все на свете живые существа, в частности люди, в частности люди любого возраста, нуждаются в отдыхе, просто в отдыхе, в чередовании нагрузки и расслабления. И наши дети перегружены, как правило, на протяжении всей текущей жизни, особенно учебной жизни, перегружены. Даже когда они какое-то время проводят дома расслабленно, они чувствуют себя преступниками, они чувствуют, что сейчас надо было бы всё равно что-то делать. И, конечно, важно и верховая езда, язык и так далее. Но чем выше тонус человека любого возраста, тем больше лёгкость он потом сам возьмёт, и языки, и организованность, и всё такое. И вот прозвучало очень важное слово «манипуляция». Что такое манипуляция? Это когда у человека, хоть взрослого, хоть ребёнка, нет возможности напрямую сказать о своих переживаниях и желаниях. И поэтому он эти переживания преувеличивает, гипертрофирует. Но это значит, что они всё равно есть. У него, повторяю, нет возможности просто простодушку. Знаешь, мне что-то скучновато. И когда ребёнок через три дня впадает, пускай даже в такую эзотированную истерику, и требует, чтобы родители немедленно приехали, иногда бывает достаточно родителям просто приехать, с готовностью его забрать, и ребёнок на месте успокаивается. Это проверка нас, родителей, на вот то самое принятие. Если не успокаиваться, значит, действительно, хорошо его сейчас забрать. И будет жаль потраченных денег и упущенных возможностей этого лагеря, но опять-таки это будет не единственным последствием, а другим будет то, что ребёнок будет чувствовать себя большим распорядителем своих обстоятельств, у него будет больше осознанность и больше, не люблю это условно, тем не менее, ответственность за принятие решений и реальные последствия. Если возвращаться всё-таки от детей к родителям, если предположить, что ребёнок хочет всё-таки в лагерь, он прям подскакивает от нетерпения, он увидел там, не знаю, картинку, или там друг какой-то едет, или ещё что-то, в общем, что-то его крайне заинтересовало. А вот родители не готовы ещё отпускать ребёнка, пусть даже в Московскую область, пусть даже на две недели. Нет у них внутренней готовности, но в принципе понятно, что все вокруг едут, ребёнок на это смотрит, ему тоже очень хочется. Как быть родителем? Ну, если родители не готовы, что бы мы сейчас не сказали, они всё равно не отправят. Отправляют, переживают, волнуются. Тогда хорошо, тогда в чём вопрос? Как меньше волноваться. Не знаю такого способа. Жаль. Спасибо за откровенность. Вот, Инна, родители приходится успокаивать, что всё с детьми нормально, оставьте их в покое вообще, дайте отдохнуть. Ну, на самом деле, за последнее время, за последние, наверное, лет пять, родители стали более волнительны, более как бы гиперответственность, гиперопека, она усилилась, потому что, если мы вспоминаем, когда отправляли детей, ну, лет двадцать назад, привезли, оставили, и не было ни телефонов, ни там ребёнок прибежал, карточку купил, позвонил там раз в неделю и забыл. Сейчас родители, даже если ребёнку весело, они постоянно звонят. У нас зачастую дети говорят, мам, ну некогда мне с тобой разговаривать, ну, и мама понимает, что ребёнок с ней не хочет разговаривать, начинает звонить вожатому, отвлекая его от детей и спрашивать, как мой Сашечка, как моя Машечка. Плюс, опять же, я рассказываю эту не просто так историю, когда две подружки дружили, поругались на час, но когда они поругались, дочка позвонила маме и сказала, мама, всё, катастрофа, поплакалась, у мамы поднялось давление, всё, ребёнку плохо, только через час девочки помирились, конечно, про свою... А мама в пути уже была в Анапу. А мама, да, а мама уже в пути, потому что ребёнку плохо. А девочки уже помирились и пошли вместе на пляж. А наша дочка не отзвонила, что уже помирились, всё хорошо, мама, успокойся. Потом телефон. Ребёнку весело, у нас был случай такой специфический, дети нашли в лагере мёртвого ужа и решили устроить ему похороны. Отлично. Сфотографировали, отправили родителям. Родители написали во все инстанции, что ядовитые змеи находятся в лагере, наши дети в опасности. Пришлось предоставлять информацию, что в этой местности водятся только ужи, больше никого. Но бедные родители уже готовы были из лагеря забирать всех детей. Ну, давайте дадим практические советы родителям. Вот привезли ребёнка, оставили. А удалить телефон на неделю, заблокировать ребёнка? Нет, ну не обязательно. Нужно просто как бы самоконтроль всё равно иметь. Большинство лагерей имеют свои сайты, свои социальные сети. Можно своих детишек довольных, счастливых посмотреть в социальных сетях. Плюс не надо звонить вожатому. Можно уточнить, в большинстве лагерей есть определённое время, когда можно позвонить вожатому и узнать, как ребёнок себя чувствует. Когда мы отправляем в лагерь, мы должны всё-таки понимать и осознавать, что это в большинстве случаев просто суперстерильная организация. Потому что ни для кого не секрет, что каждый детский лагерь проходит проверки в неделю от 10 до 30 проверок. Директор работает только на контролирующие, проверяющие структуры. На кухню Роспотребнадзор заходит, везде заходит. Риск от того, что случится на улице с ребёнком просто гуляющим и в лагере, он несоизмерим, потому что в лагере за ребёнком смотрят 24 часа в сутки. Поэтому нужно всё-таки самоконтролироваться и найти для себя механизм контроля ребёнка какого-то менее болезненного для всех окружающих. А вот нормально, это сколько звонить ребёнку или писать раз в день или раз в два дня? Как надо себя оттормаживать? Есть лагеря чудесные, которые вообще забирают телефоны. Но по нашей практике, что достаточно, если прям совсем очень переживается и всё, раз в день вожатому написать, если есть такой доступ. Не ребёнку, а вожатому. Вожатому, но в определённое время. Никогда вожатый с детьми пытается играть в какую-нибудь там игру «Угадай мелодии», а когда он менее занят, возможно, там рисует плакат, но он больше может ответить. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребёнок... Это надолго. Понятно, что хорошо не нервничать, а вместо того, чтобы нервничать, хорошо не давить на ребёнка, вместо того, чтобы давить. Но как к этому подойти, я не знаю, подготовиться в диалоге с собой, в диалоге с ребёнком, какие-то, может быть, заранее границы установить? Как-то подготовиться к этой ситуации разделения ребёнка и родителя? Это наше переживание за ребёнка, оно связано не только с ребёнком, оно связано не в меньшей, может, даже в большей степени со всем контекстом нашей жизни нашего прошлого, нашей истории. И я не представляю себе способа как-то отдельно, локально разобраться с этим переживанием, с этой тревожностью, только по поводу сюжета лагеря или школьных отметок. И, правда, я не готов дать такие рекомендации универсальные в эфире. Но если что-то можно сказать такого общего плана, это то, что... Ну, извините за такую лектику, заводя ребёнка, даже мысленно примеряясь к этому, надо понимать, что наше родительское дело это всю дорогу очень сильно переживать. Чем меньше мы будем этим переживанием нагружать ребёнка, тем лучше. Как избавиться от него внутренне, повторяя этот вопрос, очень отдельно, очень серьёзный. Но хотя бы можно понять, что это моя действительно родительская участь, чтобы не сказать, юдаль. Это нормально мне переживать. Это совершенно нормально. Это не говорит о том, что с моим ребёнком что-то не то, или со мной что-то не то. Но чем меньше я буду этим переживанием нагружать ребёнка, тем легче будет ему. А вот вы сказали чувствовать себя преступником, когда ребёнок ничего не делает. Мне кажется, у меня такое тоже бывает иногда. Я себя, когда ничего не делаю, чувствую себя преступницей. А как вот правильно относиться к этому, для того, чтобы ребёнок это вот не перенял, и для того, чтобы отдых ему был в кайфе, для того, чтобы он умел и расслабляться, и работать? Как вот этого чувства в нём не зародить? Смотрите, тут очень важна разница между нашим ощущением, нашим чувством и нашей вербальной, сформулированной внутренней позицией. Я могу тебе сказать, да, я очень переживаю, когда я ничего не делаю, или когда я вижу, как мой ребёнок, обывательски говоря, лодорничает, переживаю. При этом я умом понимаю, что мне правильно иногда ничего не делать. И правильно вот так, как сейчас говорят, прокрастинировать не украдкой, а понимать, что это нормальная потребность моего организма, ему это необходимо. Да, я из-за этого нервничаю, пока ничего не могу с этим сделать. Но умом я понимаю, что это правильно. И если действительно себе это хотя бы соображение, рационально, умозрительно приводить к себе на ум как можно чаще, это постепенно влияет на эмоции. То же самое применительно к ребёнку, то же самое по отношению к ребёнку. Моему ребёнку правильно, условно говоря, час светового дня вообще ничего не делать, будучи предоставленным полностью самому себе. Не как-то продуктивно отдыхать, вот как хочет, как хочет, пусть так и размазывается. Да, я не нервничать пока по этому поводу не могу, но я понимаю умом, что это правильно. И если я это умом понимаю, если я себя в этом хотя бы умозрительно убедил, у меня появляется возможность, стиснув зубы, если стиснув зубы, сказать это ребёнку. Знаешь, тебе это правильно, разреши это себе. Я из-за этого нервничаю, меня это иногда, извини, выбешивает. Не бери, пожалуйста, этого на свой счёт, ты тут ни при чём. Спасибо. Очень интересный совет. Поэтому мне нравится наш подкаст, что о взрослых тоже можно много узнать. У меня ещё есть небольшой вопрос, может быть, к вам обоим. Как всё-таки найти баланс между отдыхом и работой? Вот вы сказали, Инна, что есть лагеря, где вы стараетесь распределить между кострами, походами и всё-таки какой-то частью, которая, может быть, там чему-то научит. Как правильно выбрать лагерь, который именно этот баланс будет соблюдать? Где можно будет и побездельничать, и там, не знаю, уже палочкой потыкать, и, в принципе, чему-то возможно научиться? Хороший вопрос. На самом деле, очень сложно всё-таки определиться с лагерем по одной причине, потому что иногда мы, вот когда отправляем детей с участием бюджета, детей, например, которые находятся в учреждениях социальной защиты, мы у ребёнка спрашиваем, проводим анкетирование, аналог таких же анкет проводят детские лагеря, которые действительно задумываются того, кого они принимают, чем ребёнок занимается, чем он хочет заниматься, и что он умеет. Это потому что иногда бывают три разные направления. Извините, анкеты родители заполняют? Анкеты у нас заполняют дети, а вот когда родитель сам покупает путёвку, здесь, скорее всего, заполняет родитель, что не всегда верно, потому что, когда вот этот весь срез делаешь, и всё-таки мы, вот в части детей бюджетных, мы работаем прям напрямую, всё-таки, для потребителя, что мы организовываем. А когда продаёшь лагерь, то чётко-точечно не сможешь на потребителя работать, и не всегда родители угадывают то, чем хочет заниматься их ребёнок, потому что иногда отправляют в спортивную смену. Да, ребёнок в школе занимается в спортивной секции, но в лагерь он приезжает, ему больше театр нравится, а там уже в театральной студии перенабор. Поэтому в части направления 50 на 50 угадывает родитель. Тут выбрать профильность лагеря, к сожалению, очень сложно. Ну, я правильно понимаю, что вот если видишь, допустим, в описании программы слишком много всего этих обучалок, то, наверное, это не пойдёт на пользу. Надо, наверное, как-то... Какой баланс должен быть? 50 на 50, 40 на 60, где 40 обучалки, 60 отдых, или как? Ну, вообще, по моему мнению личному, наверное, так скажу, что вот обучалки должны занимать максимум 15% от лагерной смены. А если мы говорим про морскую смену, про морскую, то там 0%, потому что дети 5 часов минимум в день занимает у них пляж и поход на море, ну, и приход с моря. Поэтому для морских лагерей вообще сложно себе представить образовательную программу. А тут я ещё должен дополнить, или, наверное, даже не дополнить, а задать вопрос Александру. Мне что-то вот кажется, есть у меня ощущение, что что-то не то мы здесь говорим, потому что ребёнок же учится не только, когда его учат насильно какой-нибудь, не знаю, английскому языку, математике или ещё какой-нибудь полезной деятельности. Он же учится вообще всё время. И странно говорить про отсутствие обучения на морской смене, организованного обучения в формате там школьного, наверное, да. Но в целом кажется, что ребёнок же много чему учится в лагере. Несомненно, да, он учится социализации волей-неволей. И когда мы говорим о балансе обучающего времени и другого, надо понимать, что в любом лагере, в любой поездке дети никогда не бывают, во всём случае, не должны быть предоставлены сами себе. Любой детский коллектив должен быть всегда очень структурирован и по организации, и по времяпровождению. Иначе, понятно, будет очень плохо. И это специфика лагерной жизни или там какой-то экспедиционной жизни. И в этом смысле это не является настоящим психологическим отдыхом. Ребёнок всё время чувствует себя в системе. И должен там себя чувствовать, иначе это не может быть устроено. Ну, то есть мы можем сказать про то, что на самом деле ребёнок, уезжая в лагерь, всё равно учится, даже если в лагере нет специализированной образовательной программы. Да, это новая для него, громко говоря, нагрузка. Полезная, хорошая, но всё равно нагрузка. И хорошо бы ребёнку после любого самого прекрасного лагеря с выверенным внутренним балансом какое-то время потом от него отдохнуть. И нам бы хорошо, как родителям, тоже, наверное, чему-то научиться, пока ребёнок от нас где-то далеко. Ну, например, отдыхать. И не чувствовать себя преступниками при этом. Например. Ну что же, спасибо вам, что рассказали нам и родителям о том, что действительно ребёнку надо порой просто отдохнуть, может быть, даже у бабушки или просто на море, не забивая себе ничем голову, ибо в любом случае он будет чему-то учиться. Это был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, куда, как правильно отправить ребёнка летом с пользой для дела в лагерь, и обязательно ли нужно эту пользу искать. У нас в гостях были генеральный директор государственного туристического агентства Мосгортур Инна Голубева и психолог Александр Калмановский. Подписывайтесь на подкаст на сайте «Реа.ру», в приложениях «Подкаст», в «App Store» и «Google Play», «Яндекс.Музыке» или смотрите нас на YouTube-канале «Реа.Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте «Реа.ру», в приложениях «Эппл Подкастс», «Кастбокс» и «Саундстрим». Комментируйте и делитесь с друзьями. Редактор субтитров А.Семкин